всем привет я очень рада видеть вас в этом видео сегодня поговорим о летнем уходе я хотела бы показать вам то что на данный момент у меня в использовании не на тестировании а то что есть моей повседневной уходовой рутине и также все эти баночки или частично в зависимости от проблемы я планирую забрать с собой в осень то есть этим уходом я продолжу пользоваться где-то до конца сентября возможно до половины октября также в начале скажу что мне 32 года у меня капризная комбинированная кожа с расширенными порами иногда появляются сюрпризы в виде прыщей или какой-то сухости поэтому у меня очень разнообразный уход на все случаи жизни но теперь давайте приступим утренний уход у меня довольно простой и базовый просто такие проверенные рабочие средства все самое интересное происходит вечером и вот для того чтобы утром убрать все бум какую-то пыль также остатки вечернего ухода который работал всю ночь пока я отдыхала я использую очень легкое средство которое не пенится не стягивает кожу не жжет глаза это мой любимый гель от цераве это просто лучшее соотношение цены и качества потому что за большой объем мы платим немного при этом получаем очень качественный уход у меня эта версия для обезвоженной и сухой кожи увлажняющий очищающий крем гель у него такая приятная гелеобразная консистенция так как я сказала он бережно очищает кожу и вообще все очищение цераве про то чтобы не нарушить наш защитный барьер кожи чтобы не было ощущение стянутости и также в состав цераве входит комплекс трех церамидов гиалуроновая кислота поэтому мы умываемся качественно удаляем все загрязнения и также остатки макияжа если используем эти средства вечером но при этом нашей коже комфортно также это касается и жирной кожи и не нужно очищать до скрипа но если вы любите средства которые пенятся тогда советую выбрать такой же гель от цераве только для комбинированной и жирной кожи он у меня в вечернем уходе но о других я скажу чуточку позже следующим этапом я всегда наношу эссенцию или тонер тут вы можете выбрать самый обычный увлажняющий тоник который выровняет уровень ph вашей кожи я же беру те средства которые скажем так работают над какими-то несовершенствами или над потребностями кожи моих два любимых средства это тонер от опьем с мадекососидом который подлечивает успокаивает который также восстанавливает защитный барьер кожи я поняла что моя кожа очень быстро теряет его особенно если я использую хоть какие-то кислотные средства или на лице есть какие-то ранки или я что-то наковыряла или например я вчера загорала или же ведь и у меня в уходе всегда или 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 то есть если все хорошо то все равно чем вы пользуетесь да если я куда-то еду у меня также всегда очень сильно пересыхает кожа если где-то долго на меня дует кондиционер это всегда тоже равно проблемой для меня поэтому видите мне в кавычках повезло так что я беру тогда вот этот тонер он дает очень хорошее увлажнение и если очень жарко за окном то я могу обойтись только этим средством и spf если на лице опять же есть воспаление прыщи причем непонятно откуда они берутся зачастую это связано с питанием или какие-то гормональные изменения тогда вход идет моя любимая эссенция от марки миша у меня версия моиста навсегда со мной больше чем увлажнение она не даст кожа не проблемной не капризная не склонной к аллергии к пересыханиям поэтому я не вижу смысла тратиться если вам реально это не нужно если же вы понимаете что кожа вас о чем-то просит на лице есть дерматит у меня иногда он появляется также на области декольте вот пробиотики в помощь и все средства с пробиотиками конкретно на мне работают волшебно но не факт что они сработают на вас в принципе обо всем так можно сказать но я просто поняла что мне они необходимы для того чтобы было меньше каких-то непоняток дальше я наношу витамин c и на протяжении 30 дней я использовала ампулу от марки виши у меня осталось всего одна простите 29 дней использовала вообще иногда я вечером скрывала ампулу и растягивала использовала и вечером и вторую половинку наносила утром здесь также есть биопептиды но самое главное то что здесь аскорбиновая кислота но она вообще никак не раздражала мою кожу не было каких-то пощипываний и вот эти ампулы просто шикарно работали с пост акне если я не дай бог сама себе что-то намайстровала там на лице к сожалению пятнышко оставалось довольно большим и все это хорошо выводилось молочной кислотой вечером и утром витамином c быстро все исчезало с моего лица и также я обожаю такую форму выпуска я всегда буду за ампулы за то что вот так вскрываешь и у тебя сразу и всегда каждый раз активная форма средства это удобно это эффективно с витамином c кожа приобретает определенное свечение как бы она вот знаете излучает здоровый вид сегодня на мне нет тонального крема только консилер под глазами немного бронзера и брови подкрасила короче полный фарш но я использовала автозагар тона на мне сегодня нет я думаю что когда-то я так же повторю этот курс также витамин c это всегда антивозрастное действие да у меня пока что нет каких-то глубоких морщин но я вижу что появляются заломы в области лба межбровка с одной стороны проступает носогубки кольца венеры и самую большую разницу после 27 лет я начала наблюдать в области декольте а косметологии о том что я с этим всем делаю я расскажу наверное самые последние части этого видео все это время под глаза я использовала как оказалось супер классный крем от марки и cooking он попался мне в коробочке красоты look fantastic и я просто вскрыла его первый раз нанесла он обещает увлажнение и также эффект лифтинга я почувствовала что прям так хопа и все подсобралось я сначала даже испугалась что будет сушить потому что когда что-то подтягивается что-то стягивается не могу сказать что это было заметно вот прям визуально в зеркале но ощущение такого но ощущение такой присобранности однозначно было я думаю сейчас как начнется сухость с экологическими ингредиентами у меня не всегда все хорошо и также они вызывают иногда аллергическую реакцию но здесь все было прекрасно потому что это средство давало очень хорошее увлажнение и чем дольше я пользовалась этим кремом тем больше мне нравилось состояние кожи вокруг глаз тем менее плотный консилер я наносила поэтому очень классное средство это стеклянная баночка единственное что я думала что хватит на дольше а мне его хватило месяца на 4 наверно и последний шаг моем дневном уходе это нанесение увлажняющего крема здесь у меня медикейт с spf 30 и с витамином c очень нравится легкая текстура то что он быстро впитывается но при этом хорошо увлажняет и под макияж и просто без ничего комфортный крем такой универсальный для каждого типа кожи вообще мне очень нравится линейка с витамином c от медикейт и к сожалению сыворотку я так и не нашла вот использую этот кремушек с другим витамином c тоже все прекрасно мне нравится что на лице есть свежесть при этом нет какой-то липкой пленки нет чего-то такого неприятного липкого даже когда жарко и также если я планирую выходить за пределы дома когда солнечно то я еще поверх наношу дополнительные spf я рассказывала о своих любимых кремах сейчас не стану повторяться просто напишу все в инфобоксе и также все нужные ссылки также буду ждать вас в описании мы с вами добрались до вечернего ухода и здесь первым делом я стараюсь смыть тушь чтобы не развозить это все по своему лицу и здесь тоже несменно мицеллярная вода от марки цераве я же вам говорю что я остаюсь верна этому очищению очень люблю эту мицеллярную воду потому что она не жжет глаза она не пересушивает при этом она очень быстро справляется и с тональным и также с тушью и здесь опять же присутствуют и знаменитые церамиды комплекс и гиалуроновая кислота мицеллярка ничем не пахнет для меня это также важно и она не мылится на лице и не оставляет никакой пленки и сухости поэтому я вот уже на протяжении нескольких лет с тех пор как попробовала постоянно пользуюсь ей если на мне был плотный макияж если в течение дня я несколько раз обновляла spf то тогда я еще дополнительно очищаю кожу гидрофильным маслом это у меня сейчас опять как перекручу название сирокал сирокал простите я снова забыла я виновата я каюсь это корейский бренд и вы говорили что это отменное средство что вы также его любите это легкое гидрофильное масло но не жирное она неплохо смывают косметику но я заметила что с тушью от эволайн которая мне сейчас нравится у него некоторые проблемы она не домывает такую более стойкую тушь но а в целом мне нравится и даже если после умывания я прохожусь ватным диском с кислотным тоником то тона остатков какого-то макияжа на ватном диске нет поэтому смею утверждать что это хорошее гидрофильное масло в сочетании с моим любимым гелем для умывания именно летом вечером мне хочется чуточку больше умыться поэтому я беру один из гелей тоже цараве этот интенсивно очищающий гель для нормальной жирной кожи для комбинированной тоже хорошо оба уже пенятся но при этом бережно очищают кожу опять же не пересушивают ее не стягивают и особенно если есть высыпание то я беру вот этот здесь салициловая кислота неоцинамид конечно же все гели содержат церамида как я сказала гиалуроновую кислоту и нужно капельку для того чтобы хорошо все смыть и при этом нет стянутости не жгут глаза вот этот очень любит мой муж здесь также есть неоцинамид гиалуронка и церамиды и это тоже мягкая формула этот я пробовала где-то с весны мне он также понравился какую выберете вы тут уже смотрите по потребностям и по типу вашей кожи я например зимой использую всегда увлажняющий гель для умывания а летом добавляющий такой они продаются еще маленьких форматов поэтому это очень удобно можно взять на пробу можно использовать на все тело они также без отдушек и мне прям идеально подходят если я смотрю в зеркало также по ощущениям определяю что мне больше ничего не надо что не хочется убирать пятна что не хочется очищать поры что ничего не нужно заживлять я просто оставляю свое лицо в покое и наношу под глаза увлажняющий крем точнее ну вот этот я не могу сказать что это просто увлажняющий крем и кукинг я все время использовала и на все лицо крем с церамидами опять же я также хотела бы вам сказать что я абсолютно против теории того что под глаза можно наносить тот же увлажняющий крем который наносим на все лицо на ком-то возможно такие фокусы проходят на мне к сожалению нет потому что у меня очень быстро начинают слезиться глаза они жгут потому что каким-то образом крем попадает в глаза даже иногда если мне не подходит крем под глаза то это моментально проявляется и также утром я встаю с припухлыми веками поэтому у меня есть такое четкое разделение под глаза и на все лицо сейчас я использую крем кстати иногда также днем его наношу особенно если погода пасмурная если хочется прям бомбового увлажнения для кожи это марка холика холика гуд цера он дает действительно глубокое увлажнение написано что на 72 часа но я за это время знаете ли умываюсь по несколько раз поэтому не могу сказать но крем действительно очень приятный очень рабочий без семи вредных компонентов для кожи к сожалению сейчас вылетел из головы каких именно но я помню что прям они так хвалили свой состав что он такой весь хороший несмотря на то что консистенция может казаться такой плотненькой на коже он тает и превращается в гель и я думаю что если у вас жирная кожа и вам нравится все такое матирующее что-то что быстро впитывается и не ощущается то это не вариант или именно на холодное время года а я даже летом люблю вот прям так защитить и восстановить свою кожу и чтобы утром проснуться и лицо не было сухим я поняла что церамиды бомба для меня пробиотики тоже центелла отлично так что это те компоненты которые я стараюсь постоянно внедрять в свой уход и использовать на постоянной основе крем также восстанавливает защитный барьер кожи и мне нравится какое увлажнение он дает есть легкая душка ее могло бы и не быть тогда я была бы вообще на 120 процентов довольна она меня не смущает но мне нравится уход который не пахнет если совсем по-честному до того как я обзавелась кремом от холика холика я пользовалась вот этим от доктор джарт из линейки церамидин он более плотный но также отменно работает его я больше буду рекомендовать именно на холодное время года но если у вас кожа настолько сухая что вы уже не знаете чем спасаться то даже сейчас очень очень рекомендую до того как у меня появились вот эти кремы с церамидами я долгое время использовала увлажняющий бальзам от марки и не с фри он так и называется это тоже корейская марка видите у меня такой мульти брендовый микс в уходе и тоже наносила его и поверх сывороток и после каких-то очищающих масок и я не могла использовать его днем по той причине что он очень часто скатывался и макияж на него не очень хорошо ложился в некоторых случаях поэтому дабы избежать вот этих ситуаций я наносила его на ночь очень классно увлажнял и лицо такое свежее тон как бы ровный насколько я помню здесь тоже в составе есть и натуральные компоненты и вот то что обещают да то он и делает у него была такая приятная взбитая суфлейная консистенция и тоже нужно было брать чуточку но я иногда прям таким плотным слоем наносила его как супер увлажняющую маску иногда даже утром например потом смывала и дальше что-то супер легкое крем очень хороший но опять же не для летнего времени года просто прежде чем избавлюсь от пустой баночки хотела сказать вам что кремушек отличный а что с кислотами спросите вы я пыталась совсем не использовать кислоты и это не совсем хорошо сказывается на состоянии кожи потому что во первых у меня чаще появляются забитые поры это раз а во вторых тон не настолько вот знаете красивый оттенок кожи именно появляется какая-то серость вроде как знаете становишься на пять лет старше а когда есть хоть какие-то нежные кислоты в уходе если вы используете spf если вы ответственно подходите к этому моменту и конечно же наносите какие-то средства вечером не слишком часто и в маленьких концентрациях я например только за из того что прям идеально подходит мне на лето один-два раза в неделю перед увлажняющим кремом это сыворотка от the ordinary я сейчас убрала их кровавый пилинг потому что я побаиваюсь дабы не заработать себе пигментные пятна а вот эта молочная кислота она одна из самых мягких даже я бы сказала что это минимальное отшелушивание а сыворотка направлена на то чтобы стимулировать вашу кожу лучше самоувлажняться если вы понимаете о чем я говорю и это такое отшелушивание которое незаметно человеческому глазу то есть у вас не будет прям шелушиться кожа отпадать пластами но это также очень такое безопасное средство на летнее время года для новичков для тех у кого чувствительная кожа немножко может пощипывать но не критично я наношу обычно на какой-то из тоников или на эссенцию для того чтобы минимизировать какое-то такое агрессивное воздействие хотя я еще раз повторюсь что это минимум но при этом работающий минимум и мне очень нравится эта сыворотка она пахнет как типичное кислотное средство довольно жидкое быстро впитывается если я наношу эту сыворотку то прежде чем я перейду к крему я даю ей самостоятельно поработать минут так 20 то есть или скрабируюсь или там наношу автозагар или крем для тела еще похожу туда-сюда что-то поскладываю я поставлю стирку и потом уже поверх крем через несколько часов я отправляюсь спать я стараюсь в летнее время года да и в принципе всегда как можно скорее смыть себя макияж и вообще умыться я не могу дождаться вечера когда облачусь в пижаму надену свою повязку в таком виде умываюсь сегодня честно говоря у меня просто не было времени больше накраситься потому что я сижу с детьми по определенным обстоятельствам и мне нужно по-быстрому снять видео и продолжить заниматься детьми домашними делами я надеюсь что вы не против такого моего вида сыворотка очень хорошая вообще есть некоторые классные средства у the ordinary если я не использую сыворотку а хочется чего-то помягче тогда вход идет дуэт от марки ren я попробовала эту маску в каком-то в какой-то миниатюре я покупала набор и мне очень понравилось потом мне пришла коробочка тоже look fantastic у них классные эти коробочки вот прям от себя говорю это не реклама все средства которые сегодня в этом видео действительно вот горячо любимые и то чем я на самом деле пользуюсь не для того чтобы как можно больше показать как можно больше рассказать это прям мои настоящие фавориты которые буквально отрываю от сердца это гликолевая маска но здесь также есть молочная кислота и пожалуй это первая кислотная маска которая а очень эффективно б она необычная по консистенции и она вот и нежная и при этом круто осветляет какие-то пятнышки круто убирает какие-то проблемы и вообще кожа после нее более такая сияющая более обновленная не стянутая не красная вот она не молит не просит о помощи сию минуту все потому что у нее такая необычная консистенция когда ее наносишь она прям как слегка маслянистая что ли может щипать но это очень быстро проходит и я не похожа на помидор после того как смываю ее также в комплекте с ней идет такое небольшое полотенце но это больше похоже на марлю и спустя десять минут маску нужно убрать вот этой марлей для меня это слишком поэтому я просто наношу эту масочку жду максимум десять минут и смываю ее здесь помимо кислот есть еще и фруктовые энзимы которые убирают еще и связующую между вот этими омерзвевшими клетками то есть одно дело просто что-то отшелушить а совершенно другое убрать это все с нашего лица здесь вот прям хорошее сочетание и энзимов и кислот причем кислоты универсальные которые можно использовать на разные типы кожи также я попробовала их кислотный тоник вот делаю масочку умываюсь и потом поверх еще наношу их тоник для сияния с аха кислотами опять же универсальное средство и я не помню какой здесь процент кислот а возможно это также не было указано скорее всего по ощущениям из того что более бюджетная уже не стала его приносить так как много раз показывала это тоник от эволайн там 5 процентов гликолиевой кислоты то есть такое не агрессивное средство которое опять же безопасно использовать в любое время года но spf должен стать вашим лучшим другом если вы все-таки решаетесь на использование кислот в теплое время года или вы живете в таком климате где зимой также нужно защищаться если вы меня спросите какая разница между вот этими двумя средствами то скажу так сыворотку от the ordinary я использую для конкретного решения какой-то проблемы это постакне это может быть очень прям такой тусклый какой-то уставший вид лица вот просто смотришь на себя в зеркало и сама себе не нравишься и сыворотка остается на всю ночь если мне хочется просто как бы поддерживать хорошее состояние кожи если вам хочется вообще смывать все кислоты то можно нанести вот этот тоник и поверх маску убрать и дальше увлажняющий тоник увлажняющий крем как-то так если на лице есть высыпание тогда на ночь я наношу эссенцию эфаклар дуо он с салициловой кислотой недавно тоже более подробно о нем снова рассказывала но у меня есть старое видео которое я посвятила только этому средству и я считаю что полностью заслужено ну потому что это мой любимец он всегда помогает мне когда я уже не знаю куда бежать чем спасаться это гель для лица и он всегда из моей косметички только вы знаете что после использования на ночь утром я наношу что-то более увлажняющее чтобы восстановить кожу чтобы не было шелушений если я что-то решила себе убрать и грубо говоря прыщ нужно прижечь и также подлечить его тогда я наношу еще точечно именно локально на все лицо ни в коем случае вот такой лосьон от марки mariba desk подсушивающие заживляющий с цинком насколько я помню и с салициловой кислотой когда он подсыхает он становится белым то есть такая вот вся белую крапинку но мне это не мешает вечером меня видит только томок некуда ему деваться бедному но зато это быстро эффективно работает еще поверх иногда я приклеиваю патчи от коса рекс но именно с черной такой полосочкой на упаковке не с красной мне кажется что они еще лучше работают лучше держатся сами патчи и они также маскируют иногда когда я что-то утром там себе сделала и хочется это скрыть я вообще не стесняюсь приклеить патч и вот так хожу целый день мне кажется что меньше заметен патч чем моё супер красное пятно которое я себе на коже наделала теперь заживающие прыщи то есть я их уже убрала но это все у меня довольно долго затягивается поэтому для того чтобы ускорить процесс при этом восстановить кожу на всем лице и также вокруг прыща если я его прижигала то это чаще всего будет шелушащийся участок и чтобы это все так же не разносилось по всему лицу я использую сыворотки с бифидобактериями у меня тут целых три накопилось две из них я уже вам показывала очень классная сыворотка которая завоевала больше 50 наград это марка аурелия здесь пробиотики которые увлажняют также очень натуральный состав дорогущая сыворотка но говорят что как бы по составу дешевле быть не может что это лучшие пробиотики во флакончике которые можно купить я повторила эту сыворотку уже второй раз потому что она легкая но увлажняющая в общем супер классная доступное средство и многие жалуются что цена завышена если бы многие не отмечали что это лучшая сыворотка на планете кстати она по моему самая продаваемая вообще в категории сывороток это Estee Lauder Advanced Night Repair мне также нравится концентрат и я первый раз покупала ее на праздники и сейчас вот приобрела в наборе с другими средствами пока что остальные средства я на себя не мазала но сыворотка конкретно на мне еще раз повторюсь отменно работает как минимум это увлажнение но я считаю что если ты уж тратишься на сыворотку с пробиотиками то на это должна быть конкретная причина мне стало интересно что из себя представляет опять же сыворотка с теми же пробиотиками от марки что это такое Елизавета ее многие хвалят пока что вот она ко мне только приехала могу сказать что она имеет приятную консистенцию жидкую насколько она работает я опять же без понятия на данный момент но я пытаюсь найти и какие-то более бюджетные альтернативы из того что более доступно по цене но при этом очень круто работает это все то что я говорила о сыворотках и здесь тоже есть пробиотики разные ферментированные экстракты пептиды это маска от марки benton вот такая в черной упаковке я без стыжа их использую уже на протяжении где-то полугода и они просто обалденно работают поэтому если вы ищете что-то с такими компонентами как я говорила чтобы тоже попробовать на себе чтобы посмотреть как ваша кожа реагирует нужно это вам или нет то советую присмотреться к вот таким маскам или же по нужде наносить их я тоже признаюсь честно что я стараюсь экономно их расходовать точно так же как эти сыворотки потому что для меня это вы знаете средства с эффектом вау категория гаджеты для лица здесь у меня все без изменений уже не стала приносить щуточку я продолжаю пользоваться форео но все же больше внимания хотела обратить на две вот такие штуки во-первых это роликовый массажер от марки the body shop и так как я использую такие довольно плотные кремы иногда наношу их больше чем нужно и прям поверх по крему делаю массаж или поверх тканевой маски тоже отменно особенно утром убиваем сразу двух зайцев и я также выработала для себя определенную технику чтобы немножечко утром приподнять веки покажу вам как-то в вечернем уходе наверное во влоге в каком-то или возможно утром еще не придумала когда вернемся из отпуска надеюсь мы в него отправимся то обязательно сделаю для вас ну вот как часть влога очень крутая вещь шарики холодные и прямо это знаете такое наслаждение сделать себе такой массаж после ты ощущаешь что кровь как будто лучше начинает циркулировать и также со временем быстрее уходят отеки для меня это незаменимый гаджет и всем кто хочет купить что-то но за приемлемую цену могу посоветовать такой массажер в body shop также бывают очень хорошие акции так что выслеживайте очень многие любят и рекомендуют при регулярном использовании видна очень большая разница микротоки и вы мне скажете оля это супер дорого посчитайте сколько стоит курс микротоков у косметолога у меня прибор мини я не стану тратиться на большой если бы мне подарили я бы конечно была не против но вот это очень крутая вещь или поверх гелевой маски или поверх улажняющей маски или поверх какого-то более плотного крема как я сказала эта штука очень хорошо подтягивает овал лица иногда я развожу там знаете день вечер или по дням иногда использую просто массажер иногда сначала использую микротоки а потом еще массажер тогда самый классный эффект такого лифтинга моментальной свежести на лице и мне кажется что более упругая кожа с ними и по поводу морщинок я не знаю насколько они там разглаживаются наверное пока что при моих каких-то легких морщинах это не столь заметно но есть фотографии до и после и микротоки это просто супер популярная вещь на которую опять же многие делают ставки в этом году и в следующем потому что по моему сестры кардаши он очень или кардашьян как там правильно рекламируют микротоки выглядят они шикарно но сложно сказать насколько это работа только микротоков или косметологов скорее и косметологов и пластических хирургов также никогда не выполняйте массаж вот этим массажером на сухом лице я вот продолжаю пользоваться маслом для лица от аморовица очень хороший состав и также замена ретинолу это бакучиол рассказывала в отдельном видео о трендах в уходе на 2020 год очень классная легкая масса которая как раз идеально подходит мне или в качестве последнего шага ухода или же в качестве самостоятельного средства которое хорошо впитывается можно просто убрать даже остатки при помощи салфетки и последняя тема которую я хотела бы осветить это косметология слушайте я не против косметологов я не против инъекций и не исключено что они также будут в моей жизни но меня останавливает вот что я всегда также призываю своих подруг своих знакомых и также вас подумать о таком моменте лучшие ведущие специалисты в своих категориях доступны очень богатым людям на нашей планете звездам медийным личностям которые работают своим лицом и которые как можно дольше стараются сохранить свою молодость красивый свежий вид и вот глядя на некоторые звезд которые прибегают к процедурам каким-то там инъекциям иногда складывается впечатление что лучше было до чем после и вот когда мы идем к лучшему косметологу в нашем городе или не дай бог первому попавшемуся косметологу и собираемся сделать себе губы или вколоть ботокс всегда подумайте о звездах с какими-то немыслимыми гонорарами которые вот так страдают от косметологии и еще раз повторюсь вот да игнат очень важная тема да голыши малыши я в пижаме так живем так вот то что мы видим на некоторых звездах это дело рук супер крутых специалистов и теперь подумайте о том что может случиться с вами с вашим лицом с вашим телом у первого попавшегося косметолога и также все мы настолько индивидуальны что вовсе не факт что вашей знакомой вашей подруге вашей маме вашей сестре один и тот же косметолог сделал классно никогда не известно что получится у нас поэтому это то что меня всегда останавливает я также хотела бы как можно дольше выглядеть как я и стареть красиво и да я тоже состарюсь и это естественный процесс и сколько бы я на себя не мазала и вот то опять же посмотрите на звезд которые вкладывают опять же миллионы в свой внешний вид и пусть даже без инъекций все мы состаримся поэтому я с огромной любовью с таким холодным разумом смотрю на изменения на своем лице и так же в своем теле конечно хочется выглядеть лучше хочется как можно дольше удерживать хорошее качество кожи иногда это невозможно все мы также по разному стареем кто-то становится более таким одутловатым есть такое слово кожа становится более такое тесто обратной скажем так а у кого-то наоборот лицо как бы иссыхает становится таким мелкоморщинистым и кожа выглядит супер сухой все мы стареем по разному я честно говоря думала о ботоксе о ботоксе лба но я не стану его сейчас делать потому что я боюсь так как когда я была ребенком у меня было то ли защемление нерва то в общем я мучилась головными болями и спазмами я не знаю это было как последствия операции которую мне по ошибке сделали мне вырезали аппендис на всякий случай но это отдельная история и после этого у меня начались жуткие головные боли из-за которых я не спала не хочется рисковать и вот многие там рассказывают о негативном воздействии ботокса что есть плюсы и минусы кто-то вообще ничего на себе не ощущает просто блокирует себе определенные партии мышцы на этом все останавливается я нигде не читала о том что это вызывает головные боли но я точно знаю что на реальных людях такие вот негативные симптомы бывают поэтому если вы страдаете мигренями если с нервной системой что-то не так наверное стоит несколько раз подумать абсолютно точно я не буду делать себе губы потому что мне кажется что это уже какая-то изюминка когда у тебя асимметричные на свои губы хотя есть девчонки у которых супер естественно выглядит и супер красиво и глядя на них конечно же хочется себе что-то скорректировать там вот эти вот все штуки я опять же не считаю нужным себе сделать потому что я могу что-то себе нарисовать а кому не нравится это не мои проблемы вот то что я делала и то что я повторю это биоревитализация я сейчас не скажу какой препарат мне вводили у меня даже есть фотографии или stories я снимала где я вся в пупы руку между прочим у меня это быстро все проходит это гиалуронка и также витамины такой комплекс которые вкалываются по всему лицу я делала на шею и на область декольте на лице я не заметила вообще никакой разницы причем я делала это курсом где-то каждые две недели я не заметила что был эффект пламп чтобы было лучше увлажнение чтобы на качество кожи это как-то повлияло именно на фейсе но что касается шеи и особенно декольте вот тут даже после первой процедуры я заметила что пропали вот такие знаете продольные морщины которые особенно видны после сна вот я сплю на боку и видимо как-то прижимаю это все и залом остается на так долго а еще кожа сухая и здесь у меня пожалуй самое тонкое место вообще на моем теле самое худое поэтому только вы знаете как бумагу поожмакать и она потом не выравнивается это о моем декольте также у меня здесь проступает дерматит проявляется аллергия и иногда из-за мазей кожа еще более пересохшая не каждый увлажняющий крем я могу сюда наносить поэтому это у меня тоже такая знаете проблемная зона не по моей воле не из-за того что я хочу быть долго молодой а вот так природа решила поэтому да я обязательно сделаю еще раз биоревитализацию именно на область декольте и на шею и наверное на лицо тоже это то что я планирую сделать обязательно то что я регулярно делаю каждые полгода каждые полгода как минимум или чаще смотрю по состоянию кожи в прошлом году часто был ахтунг из-за частых поездок появлялись прыщи причем у меня это не прыщи которые выходят как-то наружу это просто как воспаление как забитая пора где-то глубоко если я сама начинаю ее очищать я только раздракониваю это место и потом образуется такая шишка такое воспаление которое не спрячешь не вылечишь нужно это только мануально убирать и вот после чистки у косметолога все через день буквально восстанавливается и сразу идеально гладкая кожа очень хорошее состояние и именно поэтому я прибегаю к услугам косметологам когда мне нужно очистить поры так как сама я этого сделать не могу чтобы это прошло вот так знаете менее травматично для лица и наверное прежде чем мы с вами попрощаемся я скажу еще одну очень важную вещь что во-первых универсального ухода нет я думаю что все это знают во-вторых если у вас нормальная кожа если вы смотрите на себя в зеркало и вы не видите что вам нужно одно пятое десятое то просто наслаждайтесь тем что есть и используйте какие-то увлажняющие кремы увлажняющий тоник хорошее очищение и этого будет вполне достаточно также и по возможности если у вас есть хорошие специалисты то всегда обратитесь к дерматологу они наверняка помогут быстрее подобрать правильное средство я же это дело люблю к сожалению у меня был не совсем удачный опыт и сначала с косметологами и также с дерматологами поэтому я вот методом тыка потом начала чуть больше это все изучать мне это интересно я обожаю пробовать разные средства и главное я нахожу для себя то что работает и в моем случае как раз комплексный подход по потребностям это то что нужно я также не призываю вас покупать самые дорогие средства я снимаю видео о бюджетных находках я с удовольствием рассказываю о каких-то бюджетных альтернативах я сама пользуюсь бюджетной косметикой не всегда супер дорогой но я в своей косметичке и уходовой и декоративной всегда совмещаю и более дорогие средства и совершенно бюджетные поэтому я надеюсь что каждый нашел для себя в этом видео полезную информацию и возможно какие-то находки которые помогут улучшить качество вашей кожи на этом у меня все мне кажется что я рассказала даже больше чем я планировала если вам понравилось если вы приятно провели время в моей компании то не забывайте поставить пальчик вверх мне будет очень-очень приятно всех целую и обнимаю пока-пока до новых встреч уже совсем скоро и до новых встреч Продолжение следует...